Получать квалифицированную помощь бесплатно теперь могут маленькие граждане с ограниченными возможностями. В Саратове и Энгельсе после ремонта открылись коррекционные дошкольные учреждения. В них уже занимаются порядка 120 ребят. Какую помощь здесь оказывают детям, узнала Анастасия Куклева. Что нужно сделать? На занятия! На занятия! На занятия! Молодец, Молодец, Паша! Садимся! Звонок колокольчика в коррекционном детском саду символизирует начало урока. Здесь занимаются незрячие дети. Из этой группы слабо, но видят лишь шестилетний Паша. Кроме проблем со здоровьем, у ребенка аутизм. Каждый день в садик мальчика приводит няня. Женщина признается, что три часа в дошкольном учреждении восполняют ребенку общение со сверстниками. Вижу, насколько он становится другим. Вот он чуть-чуть походил, и он становится уже другим. Но даже то, что сейчас есть, уже огромное подспорье в развитии ребенка, в его развитии. Потому что такие дети, они обычно дома же сидят и мало общаются с окружающим миром, со своими сверстниками. А здесь они общаются со своими сверстниками. Вот эта социализация, которая нужна для того, чтобы дальше как-то жить, она очень важна. Этот коррекционный детский садик в Саратове совсем новый. Здесь есть все необходимое для развития и адаптации незрячих детей. Лестницы и коридоры оборудованы специальными перилами. Главный способ познания для таких детей – осязание. В этой сенсорной комнате дошкольники учатся распознавать окружающий мир, на ощупь различать и определять предметы. Что это у тебя? Что с ним достало? Что это у тебя? Комна. Подобная комната психологической разгрузки есть и в Энгельском коррекционном дошкольном учреждении. Здесь обучаются дети с нарушениями слуха и речи. Главная цель занятия – адаптировать их к повседневной жизни. Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется медицинскому блоку. Состоит он из нескольких комнат. Для оздоровления детей предусмотрены различные виды гидромассажа. Есть даже кедровая бочка и инфракрасная кабина. У нас появилось очень много новой аппаратуры в физиокабинете. Уникальная аппаратура, которая может лечить и основное заболевание, и сочетанное заболевание. Аппаратура, которая восстанавливает то, что утрачено. Аппаратура, которой могут пользоваться дети с различными заболеваниями. Коррекционному детскому саду уже 55 лет. В прошлом году здесь впервые сделали капитальный ремонт. В помещении заменили все – от системы отопления до металлического оснащения. Наконец-то дождались своей очереди. Это впервые на самом деле, что такая колоссальная сумма была направлена на дошкольное отделение. Не простое, а где обучаются особые дети. Хорошая экономия от тех ремонтных работ, которые вы сейчас увидели. И благодаря вот этой хорошей приличной экономии, она составила около 30%, мы закупили такое уникальное оборудование. Это речевые тренажеры, локопедические тренажеры. Это компьютерное оборудование, мебель. А также мы очень горды тем, что мы смогли увеличить наши оборудования в нашем блоке. Капитальный ремонт в структурных подразделениях проводится в рамках государственной программы. Всего из бюджета было выделено более 17 миллионов рублей. В том числе и из областной казны. Самый главный, конечно, основной акцент – это то, чтобы создать ту среду, которая позволяет нам заниматься именно коррекцией, коррекционным образованием. То есть не просто присмотр и уход, а это именно обличивание наших детей. И, конечно, большая составляющая выпала на долю медицинского блока. Они у нас будут развиваться, они у нас будут обучаться и будут поправлять свое здоровье. Это очень правильно. Эти коррекционные дошкольные учреждения – государственные. Все процедуры детям здесь проводятся бесплатно. Главная цель подобных учреждений – научить маленьких граждан с ограниченными возможностями жить наравне с остальными. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.